Так получилось, что фактически президент именно там объявил, я бы это назвал, наверное, такую защитную войну Американской колониальной империи. Именно там на форуме он заявил о том, что однополярный мир прекратил свое существование. Понятно, что это пожелание, потому что тут же в ответ однополярный мир начал с утройной силой бомбить граждан Украины на территории Украины, чтобы показать, что вот он материален, его можно пощупать и даже от него можно умереть. Но, по крайней мере, на уровне таком это было четко выставлено. И даже до такой степени это звучало сильно, что через два дня Обама специально эту же тему поднял уже на встрече с американскими военными, где он заявил, что никакого конца однополярного мира, как он сказал, американской империи не предвидится. Что она будет жить сотни лет, напоминаю гитлерскую терминологию, тысячелетний рейх, и дал команду, приезжал замминистра обороны на Украине, опять же, активизировать карательные операции, чтобы показать в том числе и Путину, и России, что вы это так слишком рано однополярный мир хороните. Вот он. Сегодня он бомбит в 80 километрах от Москвы, завтра будет бомбить в Москве. И никто его хоронить, в смысле он сам себя хоронить не собирается. Кроме того, я хотел бы сказать в рамках экономического формата, что в свое время мы очень активно обсуждали историю, когда американцы вот-вот прекратят использовать мировые механизмы, которые позволяют им собирать дань. Помните, вот это был спор Конгресса с президентом США по поводу внешнего долга. Ну так я хочу сказать, что американцы этот раунд в чистом виде выиграли, в сухую. То есть они на сегодняшний день победили. И у них сегодня проблемы долго не стоит, проблемы отношения Конгресса и президента не стоит. Они обеспечили свои 50% мирового потребления колониального сбора. И я думаю, что будут даже наращивать это за счет военных компонентов, о чем мы раньше с вами и говорили. То есть мы тогда говорили, что американцы либо перейдут в военную компоненту мирового управления, либо им придется отступать. Соответственно у них получился баланс сил, они перешли к военной компоненте управления, они несут победные наступления в военной компоненте. То есть реально весь мир запугивается, не только Россия, но и те же Германия, Франция, Англия, Китай. Китай у Обама вообще объявил, что он будет с ним ввести войну, если Китай будет плохо себя вести. Это типичная колониальная риторика, абсолютно в стиле последних тысячи лет, которые демонстрируют колониальные державы. Кстати, то же самое американцы сказали, они через запятую поставили. Китай и Россия, если вы будете плохо себя вести, мы будем вас бомбить. Ну, воевать, бомбить, значит, война без мобежек не бывает. То есть совершенно четко и однозначно было заявлено. Я не знаю, почему у нас люди, которые, получив эту информацию, понятно, что у нас СМИ это все искажает, и, получив эту информацию, не увидели в ней обыкновенный сленг разговора начальства с халуями, с рабами, ну, это однозначно. То есть Путин говорит, конец однополярного мира, Обама через два дня никакого не конца. Еще посмотрим, кто тут будет из желающих кончить однополярный мир, нами повешен, расстрелян и посажен. Вот такой вот простой разговор, начавшийся на экономическом форуме. Вот на Януковиче, когда они дали команду, армия объявила нейтралитет, обещала его сбить в лице пограничной службы. А как только туда пришли преступники, фашисты в виде госпереворота, армия тут же им присягнула и сейчас долбит свои граждане с великим удовольствием. Никакой к информационной политике наши СМИ отношения не имеет. Вот давайте, хотите, рассмотрим, например, проведем легкий анализ работы нашей СМИ в контексте, допустим, событий на Украине. Там идет реальное уничтожение людей. Некоторые наши каналы, и многие приветствуют, действительно показывают, что там люди уничтожаются. Это, ну, я имею в виду, там, Вести, Первый канал, ну, многие каналы. А вы не задумывались, вот то, что они показывают, это правда. Это, конечно, хорошо, что они заговорили более-менее языком. Вам могли бы вообще ничего не говорить, как будто на Украине... Вот украинские не говорят, а вот наши говорят. Это правда, это хорошо. Но когда правда только часть, то мы понимаем, что где вторая часть. Вот что не говорят наши СМИ? Вот что наши СМИ говорят про Украину, мы знаем. А что наши СМИ про Украину не говорят, вы не задумывались? Ну, я думаю, они могут чего-нибудь много. Самое главное, они не говорят причины и формата событий, которые происходят на Украине. Они не говорят, что карательная... Вот они, например, говорят, украинская армия, я же вижу, все подряд, провела там карательную операцию. Украинская авиация что-то там отбомбила. Украинские танки открыли огонь вот сейчас на мосту. С точки зрения даже самих СМИ, когда СМИ знают, что там госпереворот, нельзя называть карательной части путчистов, то есть бандитов, у армии государства. Потому что вот вы призывник, одно дело вас призывают в банду, пришла повестка, другое дело вас призывают в армию. Так вот наши СМИ говорят, там воюет армия. Но там воюют армия, там воюют вооруженные части путчистов, то есть бандитов. Это совершенно две большие разницы. А теперь для меня важно, а почему это наши СМИ говорят? А я вам отвечу почему. Потому что в стратегическом плане американцы, еще для них это 20-е или 25-е уже оранжевая интервенция, они все просчитали. Их задача устроить войну на территории России и пушечное мясо в этой войне будет в том числе распропагандированное население Украины. Значит им надо что сделать? Им надо говорить нам, что с нами, с гражданами России, с гражданами, вернее, Украины, с русскими, которые живут на территории воюет украинская армия. А это же неправда. Ее же посылает в бой не украинская власть, которой нет. Ее посылает американская власть, то есть интервенты. Понимаете разницу? И когда об этом не говорят, то вся справедливая энергия возмущения граждан России, которые видят каждый день на экране, как действительно убивают сотни людей, просто детей, женщин, бомбят мирные города, она направлена не на интервента, не на американцев. Эта энергия направлена на украинские власти, что неправда, и украинский народ, который автоматически за этим стоит. И цель очень простая. Американские играют здесь в долгую. Им нужна Украина в качестве военного объекта для вторжения в Россию. В тех или иных вариантах. И они, благодаря нашим ведущим информационным ресурсам, обеспечивают этот тренд. Я же понимаю, что в этой шахматной партии, какая идет игра. Поэтому то, что они говорят правду и хорошо говорят одно, и не говорят другое, в этом и есть игра американцев через пятую колонну в российских СМИ. И обратите внимание, пятая колонна распространяется на все основные российские СМИ. Не только на «Дождь» и «Эхо Москвы», о котором мы раньше говорили, а на «Все». Только с учетом сегодняшнего гибкого формата они ведут такую полуправдивую политику подготовки войны России с Украиной. Понимаете? Это еще раз говорю, это не значит, что не надо это показывать. Это значит, что надо объяснять правильно то, что показывают. А вот это им запрещено. И вот здесь у них не просто нет информации. Они же не говорят, что это американцы ведут обстрелы Славянска, Донецка, Луганска и так далее. Хотя ведут американцы, потому что они дали команду. Понимаете, да? Кто дал команду, тот и воюет. Не тот, кто с оружием в руках ходит, там, наемник или кто-то, или распропагандированный, или срочник, которого наши же СМИ говорят, что это украинская армия. Наши же. Как бы, которые должны быть на стороне правды. То есть это сознательное искажение информационного поля для целей подготовки, вторжения в Россию. И раз уж мы затронули украинский аспект, я вам хочу сказать еще одну вот такую мысль. Не секрет, что там воюют, в том числе, и добровольцы из России. На чьей стране? Добровольцы из России. Ну, конечно, добровольцы из России, наемники из России, воюют на стороне Соединенных Штатов Америки. А добровольцы из России воюют, защищая свои семьи, потому что очень много смешанных семей, своих родителей, которые, допустим, выходцы с Украины, матерей и так далее. Ну, это не так мало. Это мало. Да. Значит, у меня такой вопрос. Это люди действительно герои России. Важно быть не только героем, но и понимать процесс, в котором ты участвуешь. Каким образом, у меня уже вопрос героям, действительно, по-настоящему героям России, которые там воюют, в том числе. Каким образом, они видят победу на территории Украины в условиях пятой колонны в Российской Федерации, и фактически, карательная операция, из которой сегодня проходит на территории Украины, проводится совместно российской колониальной властью, с которой пытается бороться Путин, у него не получается, которая обеспечила жесткую границу, и специальный режим, и не оказывает поддержки ни точечными ударами против крупной техники, ни за бесполетными зонами, ни другими методами, и американскими карательными подразделениями, в том числе состоящими из украинских граждан, которые воюют с этими же нашими людьми. Притом, довольно там много, почему я говорю, там довольно много наших добровольцев. Если бы эта энергия была вначале направлена на ликвидацию пятой колонны в России, тогда на Украине могла бы быть победа. Понимаете, да? Не, я понимаю, но это очень сложно. Сложно, тогда некоторые люди, к сожалению, погибнут, не достигнут своей цели. Мне горько. Ну, понимаете, да, то есть можно было бы вначале решить проблему энергии, которая туда направлена, русской энергии, которая сейчас там сражается, вот столько, чтобы решить проблему пятой колонны в России. Вот там, ну, откровенно говоря, там несколько сотен, может быть, тысяч человек. С учетом их энергии, силы, возможностей, авторитета, это где-то 100-200 тысяч человек можно было бы организовать, например, постоянно действующую команду в Москве по поддержку Путину по изменению Конституции. Причем мирную, не надо для этого свою жизнь тратить. Ну, просто я вижу, как направлена энергия. Эта энергия сейчас уничтожается там. Она не идет на освобождение России. Без освобождения России решить проблему на Украине не получается. То есть там ее не хватает. Потому что американцы, ну, реально, против наших там, против жителей Украины воюет весь мир в лице карательных подразделений Соединенных Штатов Америки. Как в свое время гитлеровская Германия, она объединила полмира, когда ввела карательная операция на Украине. То есть я хочу сказать, что решения, которые там приняты настоящими российскими патриотами, были частичные. Если часть бы этой энергии была бы направлена на решение пятой проблемы пятой колонны в России, там бы просто на Украине не было бы и убийств. Потому что американцы бы не стали проводить карательную операцию. Как они понимают, что здесь, ну, мы же с вами понимаем, что Россия предала Украину как государству. Это же очевидная вещь. Что, какие-то сомнения у вас есть? Вот есть два государства, украинское и российское. Российское государство предало украинский народ и себя, и свой народ тоже. Потому что следующий удар, интервенты же, они же не с Украиной борются, они с Россией. Следующий удар будет по России. Теперь можем расшифровать, почему предал. Потому что работают санкции, потому что работают американцы с пятой колонны. Потому что умеют этими процессами манипулировать и управлять. Я вам еще больше того скажу. Наши герои, которые там сейчас погибают и добровольцы из России, они потом еще будут преследоваться российской правоохранительной системой, чтобы было понятно. Скорее всего, так и было, наверное. Но это же американский сценарий. Значит, вопрос, предало ли российское государство Украину и себя, и русских. Ответ, конечно, предал еще тогда, в 91-м году. Сейчас мы просто видим этот путь предательства. Путин пытается применять ситуацию. Теперь вопрос, а почему у него не получается? Почему мощная пятая колонна в России, манипулирование американцами? А как это делать? Очень просто. Путин хотел на Украину вводить войска, даже получил разрешение. Помните? Да. Хотел. Дальше очень просто. Они надавили на власть в России американцы, на олигархов, на чиновников. Чиновники пришли к Путину и сказали, не получается или нельзя, или вот все плохо, или еще что-то. Колеса отвалиться. Да. Вот все. В результате государственный потенциал России как в плане взаимоотношений с отнародением был парализован. Россия предала Украину. И я теперь уже могу на 100% как аналитик, я знаю, что следующий удар будет по России. Такой же, но если это работает, то есть если можно с согласия российского правительства бомбить людей русских на территории Украины, у меня к вам вопрос. А можно ли с согласия российского правительства в этом случае бомбить граждан России в России? Ну, чуть-чуть нельзя. А какая разница? Просто разницы никакой нет. То есть методика работает. Американская методика интервенции через опору на пятую колонну работает. Не решив проблему пятой колонны, мы не решим проблему ни Украины, ни России. То есть людям сознательно пудрят мозги. Но одно дело пудрят людям мозги, которые сидят под пивку у телевизора и рассматривают украинские события как такое шоу кровавое, но интересное. Бежит по вечерам домой, чтобы посмотреть, сколько там еще людей перебили и как самолеты стреляют по мирным жителям. Есть такие. А другое дело для людей патриотических, которые с оружием в руках готовы защищать Россию, Украину от иностранных интервентов. И когда мы эти учебники смотрим, вон их куча, смотрим, то вся крестинтенция мировой истории это конкурентная борьба и войны. То есть по-другому и не могло быть. Сегодняшняя жизнь это просто 2014 год, очередная война, в данном случае Соединенных Штатов Америки и мировой колониальной империи и подавление, сопротивление колонии под названием Россия и Украина. Просто строчка и все, пошел 15-й год и там другая строчка такая же, 17-й год такая же, 18-й и все. Вот это весь учебник истории из таких строчек состоит. Значит, ну тут нужно быть вот совсем, не знаю, что сказать, совсем человеком, не умеющим сопоставлять элементарные факты, чтобы рассматривать сегодняшние события не так, как они были всю историю человечества. Сегодня идет обыкновенная война, стандартная, тысячная, 100-тысячная, не знаю какая, не знаю,